В эфире AR News от Севентим Комьюнити Аркона. Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok Общая рыночная капитализация токенов метавселенных превышает 30 миллиардов долларов, однако бычий тренд могут демонстрировать не только криптомонстры, но и другие перспективные проекты даже с относительно небольшой капитализацией. В пятерке лучших криптотокенов метавселенной с рыночной капитализацией ниже 7 миллионов долларов, за которыми стоит следить в марте 2022 года и далее, VR Soldier указал проект Аркона. Цитируем. «Запущенная в 2018 году Аркона – это сильно недооцененная криптовалюта XRAR Metaverse, объединяющая реальные и виртуальные миры и создающая слой киберпространства для дополненной реальности по всему миру». В данный момент я бы поставил Аркона на первое место всех метаверс по возможности словить максимально возможные иксы, рассказал в своем блоге известный холдер и инфлюенсер Аркона Шрёдер. В ближайшей перспективе он прогнозирует курс токена Аркона до 15 долларов за токен. Не так давно команда Асувокс представила полностью совместимый аватар метавселенных для турнира Dragon Clans, который проводится в метавселенной Аркона. Более 10 3D-аватаров Асувокс уже получили пользователей из числа комьюнити Аркона. Что же это за аватары и для чего они нужны, расскажет наш собственный корреспондент Андрей Чудный. Проект Асувокс – это коллекция из 10 тысяч уникальных 3D-аватаров, живущих на блокчейне. Асувокс – это яркий пример того, как объединяются различные части глобальной метавселенной и X-реалити. И между прочим, веселые аватары Асувокс уже обосновались на цифровых землях метавселенной Аркона. Каждый аватар создается вручную художником Асувокс. Персонажи Асувокс могут путешествовать между мирами AR-VR, где их ждут разнообразные приключения, игры и лотереи. Каждый обладатель Асувокс получит Асувоксен – один из 10 тысяч портретных изображений. Это уникальный NFT и первый в мире кастомизированный аватар. Главной целью которого является полностью совместимость с метавселенной. Его можно будет использовать на разных платформах в качестве изображения профиля аватара. К тому же он совместим и может быть использован в нескольких метавселенных, в том числе и в метавселенной Аркона. Комьюнити Аркона продолжает исследовать метавселенную и знакомить нас с удивительными фактами из дополненной реальности Аркона. Так, в одном из северных районов метавселенной случился инцидент между представителями реального и дополненного мира, сообщил нам пользователь с ником Евген. Сообщается, что при инциденте никто не пострадал. На участке одного из лордов, рядом с его замком, на землях метавселенной Аркона, сегодня утром пробился поющий гейзер чистейшего серебра. Посмотреть на это зрелище и послушать музыкальный фонтан съехались подданные с близлежащих окрестностей, сообщает нам пользователь Анатолий. На дворе апрель, но настроение мартовского кота все еще не покидает обитателя метавселенной, о чем свидетельствует видео Алекса Понта. Немного грустную историю о невозможных отношениях показала нам Дикси. Впрочем, участники этой истории, похоже, не очень расстроены, ведь весна продолжается, а значит, все лучшее, конечно, впереди. Вот и я запела. И неспроста, ведь прямо сегодня на нашем канале Севентим Комьюнити Аркона при поддержке команды Аркона стартует фестиваль авторов и исполнителей в различных жанрах искусства «Золотая Аркона». Первый выпуск музыкального шоу талантов смотрите уже сегодня на нашем канале и голосуйте. Голосуйте за наших участников, именно от вас зависит, какие призы получат участники фестиваля. А на этом у меня все, всем хороших новостей и до встречи с Севентим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова